День независимости Украины Каждого дворца культуры отмечается праздник, чтобы людям было удобно добираться с детками, с колясочками. Вот я живу возле дворца культуры Первомайский. Здесь в скверике возле дворца будет проходить наш праздник. Здесь очень много выставок народного творчества, люди, которые сами изготавливают какие-то сувениры, изделия. Фотозоны вот сделаны. И выставки детских внешкольных учреждений, таких как Центр детского творчества, Станция юных натуралистов, библиотеки. В общем, разные организации выставили. Вот мастера сами шьют игрушки. Я вижу, что они все сценичками висят. Вот такие интересные игрушечки, сувенирчики можно здесь приобрести на выставке. Очень симпатичные. Различные сувенирчики красивые. Очень яркие и красочные. Я когда-то сама работала на Станции юных натуралистов. И мы каждый год выставляли выставки. Я вела кружок украинской вышивки. Вот это я подошла. Это мастера сами плетут, заготавливают солому. И сами плетут вот такие вот изделия из соломы. Шляпы и какие-то декоративные, корзинки. Ну вот различные изделия. Эта библиотека вот сделала такой стенд. Украина в сердце. Книги об Украине. И такой букет с калиной. Калина является символом Украины. Вот такой красивый калина с колосками, с маками, ромашками. И по-нашему волошки. Вот. А это техника изонить. Это на картоне рисуется рисунок. Делаются такие дырочки. И потом эти дырочки, обальчики рисуются, кружочки. И потом ниточками так интересно заполняются. Называется изонить. Это на станции юных натуралистов такое делают. Вот ихняя тема. Птицы. Вот такая тоже калина. Тут букет сделанный. А вот это роспись. Петриковская роспись. У нас такая есть роспись. В Днепропетровской области. И вот у нас есть такой кружок на станции юных натуралистов. И там детки учатся расписывать петриковской росписью. А это кружок изделий из соломы. Мы когда-нибудь с вами пойдем и познакомимся с мастером. С руководителем кружка. Это моя одноклассница. Мы с ней ходили вместе в детстве на кружок декоративных изделий во дворец пионеров. И потом мы вместе работали на станции юных натуралистов. Она и сейчас работает. Ну а я в 2005 году ушла в предпринимательство. Очень красивая и интересная работа из природного материала. Сейчас хорошо. Можно много найти информации в интернете, как что делать. Раньше, конечно, было с этим сложно. Какие-то где-то книжки мы искали, журналы, чтобы что-то интересное найти, научить детей. Этому интересному. У меня детки вышивали. Вот, потом я расскажу. Мы сходим к Ларисе Юрьевне, и она нам расскажет, как она это все делает, как она сама выращивает эти растения. У себя на даче, у нас там на станции юных натуралистов, есть участок, на котором можно выращивать. Там и овощи выращивают, детки, и цветы. И вот она себе взяла участочек, и там выращивает уже не пшеницу, а какой-то что длинный стебель, жито по-нашему. Но это не овес, я не помню, как называется. В общем, она нам расскажет потом. Вот такие вот и бусы, видите, и цветы, и какие-то панно, и такие, как игрушки, колокольчики. Вот они оформили такую арочку, 30 лет Украины. Это колокольчики, но они их так подняли, как бы это цветы из соломки сделаны. А это у нас новый руководитель, который ведет петриковскую роспись. Молодая женщина, недавно закончила высшее учебное заведение, пришла к нам на станцию юных натуралистов и вот учит детей рисовать. А это выбивает... Ну, это специальная какая-то там техника, я не знаю. Вот такие тарелочки красивые. И там, по-моему, сумочки есть. Вот, да, сумочки есть тоже расписанные. Очень красивые. В общем, люди стараются. Я, конечно, помню, когда я работала, и мы каждый год выставлялись на День независимости. Это, конечно, такой труд, это все вынести, занести. Ну, а людям праздник. Люди приходят, смотрят, фотографируют, любуются. Деток привлекали. Ну, детки смотрят, им нравится. Приходили к нам на кружки, учились. Кто вышивать, кто вязать, кто в общем. Ну, разные у нас кружки. Там был кружок. Полезные мелочи там делали, всякие подделки из ткани. Для дома и игрушки они шили мягкие. Вот, а это вот из-за нить. Такой кружок. А вот наша мастерица, Лариса Юрьевна, которая ведет этот кружок. Моя одноклассница и моя бывшая коллега. Пойдет она, почему там? Нет, нет, все нормально. Все нормально. Тоже преподавала математику и физику в школе. А потом, когда мы с ней встретились, я ее пригласила. Говорю, я работаю на станции. И она тоже пришла к нам работать. А это центр детского творчества «Терноцвет». Это их выставка такая очень красивая. Тут роспись, по-моему, батик. Ну, в общем, в разной технике сделаны картины. И даже тут где-то есть такие полуобъемные. Вот тут есть вот эта сова. Бумага наклеена, она такая объемная, эта картина. Очень интересная, такая тонкая работа. А тут вот связаны и пришиты на панно. Тут тоже вот из соломки сделаны работы интересные. Вот сделаны такие какие-то шары украшенные цветами. Такие декоративные украшения. Это все цветочки тоже сделаны своими руками. Такая есть техника. Интересная. У нас был когда-то кружок цветы из ткани. Специальные сделаны инструменты. Такие они нагреваются. И ткань, которая нажелатинивается. И, в общем, из нее вырезаются. И вот этими инструментами обрабатывается, что цветочки получаются объемные. Также вот там у них есть кружок вышивки. Они вышивают различные рушники. И кружок бисероплетения. Вот эти работы, вот, выполнены из бисера. Украшения для женщин. Такие наши национальные. Вот у нас там на Западной Украине такое вот носят. Видите? Украинские орнаменты. Рушники вышитые. Вот красивая работа вышита. Это рушники. Там везде свои символы зашифрованные. Каждый элемент что-то обозначает. Вот это связано и нашито потом. Вот. А здесь выставились бабушки. Пенсионерки достали из своих сундучков. Различные. Тут такие аутентичные. Висят рушники, которые, вот, старинные вещи принесли. Прялка. Там какой-то утюг есть. Ложки. Это все такое старинное. Старинное, настоящее. Вот утюг, смотрите, в который ложили ради живых. Ступка. Ну, еще какие-то предметы, которые я не знаю, к чему они. Вот это вот. Что это такое. Прялка такая вообще. И гребень, которым вычусывали. Наверное, шерсть. Чтоб она ровно ложилась. А это вот рушнички. Вот это старинные рушнички. Которые вышивали наши прапрабабушки. Вот две птицы. Это свадебный рушник, очевидно. Символ любви. Символ семьи. Вот это тоже, видите, тут и связано. И вышито. Ну, это современное, скорее всего. А вот это вот все такое старинное. Старинные уже такие пожелтевшие. Ну, и рисунки такие. Ну, и рисунки такие. Это мастерицы сидели долгими зимними вечерами при свете лучины и вышивали. А вот здесь вот проходят соревнования по арм-рестлингу. Вот, пожалуйста, тоже какое-то учебное заведение представила такую выставку интересную с такими работами. тут, видите, и подушечки. А вот эта мастерица тут тоже. Вот подушечки для иголочек и магнитики тут. И тоже все сделано вот это своими руками. Сумочка, вышитая бисером. И эта сумочка тоже там в бисер участвует. Вот. Валентина Юрьевна. Я когда-то с ней работала. А это вот картины, наверное, художественная школа. Я точно не знаю. Вот. Представили на выставку свои картины. Картины все под стеклом, поэтому немножко так отражается. Меня там слегка видно. Как я снимаю. Так что люди у нас талантливые, творческие, делают очень много красивых работ. Ну и вот здесь детки отдыхают. Тут какие-то развлечения для деток, конкурсы проводятся. Стоит вот такая горка, на которой детки могут покататься. Вот так вот. Это в первой половине дня. С трех до шести проходило. Это у нас выставки проходили. А с шести часов начинается концерт, который будет немножко позже. Пятя те бы.